Здравствуйте! Вы смотрите новости АТН. В студии Ольга Панова. Вначале коротко о главном. К сожалению, усилилась вероятность террористической угрозы и на территории Харьковской области. В День Достоинства и Свободы правоохранители призывают граждан к бдительности и предупреждают о возможных терактах. Депутаты дали добро на переименование почти двух десятков улиц. Вопрос о переименовании районов мэр будет решать единолично. Депутаты демократических фракций предъявляют чиновникам обвинения в коррупции. Теперь подробнее. Завтра харьковчане, как и другие жители Украины, будут отмечать День Достоинства и Свободы. Праздник, учрежденный в честь двух демократических революций. При этом правоохранители уже просят горожан быть особенно бдительными и предупреждают о возможных терактах. СБУ уже вышла на след диверсионных групп в Харькове и задержала боевика в Змееве. В Харькове в честь Дня Достоинства и Свободы запланированы торжественные мероприятия в Университете внутренних дел, пробег автомайдана и традиционной овече. В два часа дня постоянные участники Харьковского Евромайдана и те, кто их поддерживает, придут к привычному месту сбора – памятнику Шевченко. Именно здесь горожане собирали зимой прошлого года, сюда привозили погибших героев, встречали бойцов с Донбасса, собирали средства для протестующих и воинов АТО. «Ми плануємо, по-перше, згадати, що було, але головне – це поговорити про майбутнє. Ми спробуємо підвести якісь проміжні підсумки, що породив Майдан у Харькові, які подальші дії наші повинні бути. Будуть багато волонтерських організацій виступати, будуть виступати наші добровольці, наші депутати, які є з Майдану. Ми знаємо, що ситуація дійсно дуже складна у Харькові, помаранчевий рівень, терористичні загрозки, але буде багато міліції, ми подали повідомлення, будуть наші люди, які охоронять по периметру, буде наша самооборона, буде поліція». В зв'язі з терактами в Париже і активізації боєвів на Донбассі, харьковські правоохранители також заговорили о возможності терактів. Накануні в заброшенном военному городке в Оджоникидзівському районі Харькова була найдена сумка з оружіем. В ній були 4 граната, гранатомет і ящик з патронами. По данным СБУ, арсенал був привезен із России і предназначався для двох диверсійних груп, планировавших терактів. «К сожалению, усілилась вероятность терористичній угрозі і на території Харьковської області. В зв'язі з чим все правоохранительні структуры Харьковської області переведені на усіленний варіант несення служби». Для безпасності на улиці города виведено більше патрулей і запрет на масові собрання в Харькові не вводили, но полицейський просит горожан быть особо бдительними і не прикасаться к подозрительним сумкам і предметам. Марина Николаїва, Аліна Сорока, Александр Проценко, Агентство телевидения Новости. Сегодня депутаты нового созыва продолжили второе пленарное заседание, на котором обсудили 10 вопросов, в том числе рассмотрели вопрос о декоммунизации. Сессія началась, как обычно, с перекрытия всех входов в мэрии. В полной экипировки около 60 правоохранителей обеспечивали общественный порядок у стен Гурсовета. Однако, в отличие от первого заседания нового созыва к мэрии, пришло всего 12 пикетчиков. Правоохранители в явном большинстве пикетирующих 12 человек – представители объединения «Свобода». Говорят, пришли наблюдать за ходом сессии. Требования их звучат слегка расплывчато. Не нарушать конституционные права граждан. Основополагающее. Все почему-то ждут, что мы какие-то узкие требования хотим. Есть одно незыбленное права граждан. Они свободны. Их нельзя нарушать, потому что, тем более, они конституционные. Закон, который имеет высшую силу. А вот активистам, которые смогли попасть внутрь и присутствовать на заседании, даже разрешили высказаться. Правда, после их выступлений поправок в повестку дня депутаты все равно не внесли. Пропонуем депутатам фракции «Солидарность», наш край, и отримать депутатов партии «Самопомощь» в вопросе топонимики, потому что на сегодня не было обеспечено широкого диалога и обговорения с грамотностью. Самый спорный вопрос о декоммунизации депутаты решили оставить напоследок. В проекте о переименовании указано. Под закон в Харькове попадают 173 улицы, одна станция метро, а также 4 парка и сквера. Им либо вернут исторические названия, либо назовут в честь известных харьковчан, ученых, актеров, врачей, философов. В частности, проспект Ленина предлагают переименовать в проспект Науки площадь Труднева, площадь Небесной Сотни, парк культуры и отдыха имени Артемов, парк машиностроителей. Заммэра Игорь Терехов подчеркнул, что решения, прописанные в проекте, принимались с учетом инициированных ранее общественных слушаний. Несмотря на то, что, как говорит Терехов, провести их полностью так и не удалось. По нашей инициативе, с целью более детального обсуждения переименования объектов топонимики, во всех районах города Харькова были проведены общественные слушания. Однако, вынужден констатировать, что из-за неконструктивного подхода радикально настроенных групп людей нам не удалось провести общегородские общественные слушания, несмотря на то, что мы предприняли две попытки их проведения. В мэрии подчеркнули, менять документы в связи с переименованием улиц и переулков не нужно. Документы на недвижимость, техническая документация и паспорта со старыми названиями являются действительными. Под вопросом до сих пор остаются еще 75 объектов. Их названия можно трактовать по-разному, утверждает мэр. Поэтому сейчас ждут выводов экспертов. Да и некоторые улицы и переулки из уже утвержденного списка к переименованию вызвали вопросы у депутатов. В московском районе у нас есть бывший переулок Косеора, а сейчас мы его переназываем, и он становится проездом. Но он тупиковый. Может, это не совсем правильно, нелогично, что он проезд. С учетом вашей поправки, мы ознакомимся, если надо, я внесу изменения. А вот на вопросы, которые возникли у самопомочи по поводу советских символов и памятников, мэр ответил, что это уже компетенция исполкома. Кроме того, Геннадий Кернес припомнил и снесенного Ильича на площади свободы. И в этот раз его точка зрения уже сильно отличалась от прошлогодней. На месте памятника Ленина не будет стоять уже, понятно, никакого монумента, никакого памятника. За воплощение в Харькове закона о декоммунизации депутаты проголосовали единогласно. А вот переименование районов города оставили без рассмотрения. Решение этого вопроса градоначальник решил оставить за собой. Районы будут приняты распоряжением Харьковского городского головы после того, как я изучу данный вопрос. В том числе, я просил бы, чтобы мы четко знали, я ознакомлю и объявлю дату, когда я приму это решение. То есть это не будет, к примеру, решение принято послезавтра, и вы про него знать не будете. Активисты сегодняшнего голосования называют фарсом и подчеркивают, представители Харьковской мэрии остаются закрытыми. Все так же отказываются слышать мнение громады и продолжают принимать решение без учета мнения харьковчан. Безперечно, мы будем обстоятельствовать позицию громады, безперечно, есть значный обсяг инструментариев это делать, вплоть до судовых позовов. А это голосование можно воспринимать исключительно как фарс. Потому что не враховалась думка громады. Вот что самое основное. Не враховалась думка громады. И, судячи из всего, Кернес и дальше не планует эти вопросы обговорю. Закон про местное сопровождение чётко говорит, выключено после обговорений громадских слуханий. И только так. И эти слухания обязаны взяться до уваги. Активисты и дальше планируют проводить общественные слушания и идти со своими предложениями к депутатам снова. Ведь, говорят, остались еще спорные объекты. Например, улица Совнаркомовская, которой в списке, представленном горсоветом, просто нет. Если же местная власть откажется их слушать, будут решать эти вопросы уже в судебном порядке. Лариса Говина, Инна Степанишина, Александр Проценко, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Кроме вопроса о переименовании улиц, депутаты успели внести поправки к бюджету, назначили заместителей мэру, а также определили зарплату как самому городскому голове, так и другим чиновникам. Вторая часть первой сессии горсовета, как и заседание в среду, в большей степени была посвящена процедурным вопросам. Начали работу с назначения заместителей городского головы. Их у Геннадия Кернеса снова рекордное для Украины количество – 10 человек. Для сравнения у мэра Киева 6 замов, у мэра Львова 4. Сам Кернес объясняет такое количество заместителей загруженностью и эффективной работой. Среди вновь назначенных сплошные старые имена во главе с Игорем Тереховым. Однако назначение отдельных личностей вызвало вопросы у депутатов. По их данным, как минимум, Александр Попов и Евгений Водовозов были нечестны при заполнении деклараций, что можно расценивать как коррупционное деяние. Первый объект нерухомости – это садовый дом площадью 32,5 квадратных метров, расположенный в садебничном товаристве чистой пруды в Харкевском районе Харкевской области. Другой объект, который не отображен в декларации, это нежитлова будильная литра Б1 с загальной площадью 177 квадратных метров, расположена в мэсті Харкове на улице Мураново 3. Право властности на эту нежитловую будильную выникла на основе решения Ленинского районного судна в мэст Харкове в жовтня 2008-го. Цих двух объектов у декларации пана Водовозова також нема. В отношении Водовозова Евгения Наумовича по приему на работу с 09.12.2014 была проведена люстрационная проверка. Служба безопасности Украины, Главным управлением юстиции в Харкевской области, Главным управлением Миндохода в Харкевской области, Государственной судебной администрации. По результатам проверки фискальными органами подтверждена достоверность указанных деклараций. Большинством все замы были утверждены и получили зарплату. Она, как отметила Татьяна Таукешева, с прошлого года не увеличилась. Так, мэр в частности зарабатывает около 9 тысяч гривен. Это не только окладной надбавки. За секретность ранг научную степень. Кернес, правда, сразу сообщил, что эти деньги он не получает, а перечисляет на благотворительность. Атаукешева посетовала, что из-за постановления Кабмина они не могут повысить зарплату чиновникам. Так, сейчас средняя ставка здесь в основном не превышает полутора тысяч гривен. За такую зарплату, говорят в мэрии, молодежь работать не хочет. Вот и приходится держаться на старых специалистах. При этом бюджетникам и работникам КП в Горсовете нашли возможность помочь. Из-за перевыполнения бюджета на зарплату этим категориям было сегодня выделено дополнительно 60 миллионов. Еще 20 миллионов определили на строительство станции метро «Победа». Почти 17 – в помощь социальным льготникам на оплату услуг ЖКХ. 11 – на ремонт домов. Еще 2 миллиона 300 тысяч гривен на новогодние подарки и молоко младшеклассникам в связи с увеличением учащихся и подорожанием молока, пояснили чиновники. Почти полмиллиона выделили управлению Госказначейства на покупку компьютеров. Из-за непрозрачности изменений фракция «Наш край» отказалась голосовать по этому вопросу. Однако Кернес, который до этого времени демонстрировал непривычное дружелюбие и лояльность, быстро перешел на личности, припомнив, что представитель фракции «Наш край» имеет непосредственное отношение к рынку у станции «Метро Барабашова». «Фракция «Наш край» воздерживается от голосования по данному вопросу, так как, на наш взгляд, не было достаточного обоснования перераспределения средств в городском бюджете». «Если вы такие честные, вы, пожалуйста, встаньте и скажите, почему бюджет недополучил сейчас до 50 миллионов гривен. Это первое. А те деньги, которые собираются на рынке Барабашова за 2018 год, за 2021 год и так далее, и так далее, и вы не платите в бюджет». В итоге все изменения в бюджет текущего года были приняты большинством. До Нового года в Горсовете обещают принять и проект бюджета 2016. Марина Николаева, Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Деньги, выделенные на компенсацию льготного проезда студентам, не пригодились. В мэрии говорят о том, что ректоры просто забыли оформить документы учащимся. Вопросы у студентов появились еще в январе, когда выяснилось, что в этом году им придется ездить метро по полной цене. В мэрии объясняли изменения постановлением Кабмина и убыточностью подземки, которая не может из собственных средств обеспечить проезд льготников. Когда же в Харькове замаячила перспектива студенческих волнений, в Горсовете выделили 36 миллионов гривен на компенсацию льготного проезда студентам. Но, как выяснилось сегодня, этого оказалось много, и деньги остались. По предложениям вузов, количество студентов, которые могли пользоваться этой льготой, согласно положению, разработанному Департаменту труда и социальных вопросов, требовалось 36 миллионов гривен. А когда наступила необходимость предъявлять официально Иванов Петров Сидоров, то на сегодня фактически проведены расходы в объеме 6 миллионов гривен из 36. В мэрии уверяют, что лишние средства на проезд не закладывали, и деньги могли бы пойти на компенсацию проезда. Однако в вузах не спешат с оформлением проездных. Сами студенты говорят, что задержки с оформлением – это не массовая проблема. Они были в аграрном университете и ветеринарной академии. Они находятся за городом. А также с иногородними студентами. Мы должны понимать, что есть вузы, и там, где маленькое количество студентов выучится, и есть огромные вузы. И там уже процедура достаточно долгая и длительная, поскольку некоторые деканаты, если не занимаются этим всем, они пока не соберут весь список студентов, которые живут, и весь пакет документов. Они не передают это все в КП «Метрополитена» Харьковский. Из оставшихся на проезд 30 миллионов городские власти уже перенаправили 4 на непредвиденные нужды фонд для людей, оказавшихся в сложной ситуации. Оставшиеся 26 миллионов, если на них не будут претендовать студенты, перераспределят на другие нужды в новом году. Оксана Нечипаренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Вы смотрите новости АТН. Далее в нашем выпуске. Спрос на сегодняшний день на электромобили вырос примерно на 400%. Популярность электромобилей в Украине резко выросла. Основная причина, звичайно, также и погодные умовы, которые на сегодняшний день мы спостерегаем. Это и дождь, проезжая часть мокрая, пешеход стоит непомерен. Пять аварий с участием пешеходов всего за сутки. Дядя, включите отопление, нам очень холодно. Задолженность жильцов или махинации обслуживающей компании. В Харькове целая многоэтажка до сих пор без отопления. Подробности через несколько секунд. На следующем пленарном заседании Верховная Рада должна рассмотреть несколько законопроектов, которые предусматривают временное до 1 января 2020 года освобождение от налогообложения ввоза в Украину «зеленых автомобилей» и отмену ввозной пошлины на транспортные средства, оснащенных электрическими двигателями. Если депутаты эти законопроекты одобрят, то электрокары станут дешевле почти на треть. Но эксперты уверяют, украинцы уже стали активно пересаживаться на электромобили. Дмитрий за рулем уже 9 лет. За это время, говорит мужчина, успел поездить как на отечественных авто, так и на иномарках. А совсем недавно, по совету приятеля, который уже больше года ездит на электрокаре, приобрел себе хэтчбэк «Ниссан Лив». Автомобиль реально для экономии. Такие машины, как Тесла, это, конечно, больше для статуса. А вот автомобиль, как вариант Лив, соотношение цены и отдачи, которую он дает, ради интереса провел такой подсчет-эксперимент. За последние 10 дней я тратил в среднем по 13 киловатт электроэнергии. Ну, пусть каждый сам посчитает, наверное, сколько это будет. Но у меня лично это выходило по 11 гривен в день. Харковчанка Мария Солодковская о выгодах электрокаров узнала из интернета и тоже решила обзавестись таким авто. Мы с мужем приехали посмотреть изначально, прицениться, ну, как бы сесть, попробовать эту машину. Вы знаете, мы, когда первое впечатление, мы сели за рулю, да, тест-драйв устраивали здесь. Замечательная просто машинка. Хорошая, легкая, как бы, ну, я не знаю, 3-4 дня мы подумали, приехали, ее купили. И не жалеем. В странах Европы и Азии электромобили уже давно стали привычным средством передвижения. Но для украинцев они все еще остаются диковинкой, рассказывают автоэксперты. Однако теперь, из-за постоянного роста цен на бензин и газ, они быстро стали набирать популярность. Так, с начала текущего года в Украине было продано рекордное количество автомобилей с электрическим двигателем. Свыше 500 штук, рассказывают автодилеры. Эта цифра превышает общее количество электромобилей, купленных украинцами за предыдущие 4 года. Спрос на сегодняшний день на электромобили вырос примерно на 400%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в прошлом году в месяц мы продавали 2-3 автомобиля по всей Украине, в этом году в месяц мы продаем порядка 100 автомобилей по всей Украине. Это как новые автомобили, так и автомобили с пробегом. Наряду с этим, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество продаж традиционных авто сократилось вдвое. По мнению экспертов, такие тенденции на рынке обусловлены целым рядом причин. Средственным предложением появился и спрос. Стали больше завозить сюда электромобилей. То есть они появились в торговых центрах, появились в автосалонах. То есть люди стали пробовать, люди стали обращать на них внимание. Соответственно, появились покупатели. Первые, а за ними вторые, третьи и так далее. Ну и также рост цен на бензин. Вот недавний, когда стоимость электробензина достигала 30 гривен, было такое, то есть людей, естественно, испугал. Люди хотят немножечко отвязаться от зависимости от таких высоких цен. В сравнении со своим бензиновым аналогом, электромобиль не так привередлив и имеет ряд преимуществ. Это экологически чистый транспорт. Таких авто отсутствует двигатель внутреннего сгорания и выхлопная система. Они не требуют регулярного техобслуживания, замене масел, фильтров. А электромотор работает практически бесшумно. Стоимость эксплуатации электрокаров в 16-18 раз ниже, чем обычных авто, объясняют специалисты. А сеть зарядных станций, на которых владельцы электрокаров могут подзаряжать свои авто совершенно бесплатно, сейчас быстро развивается и уже насчитывает порядка 200 штук по всей Украине. Однако, несмотря на ряд преимуществ, у таких авто есть свои недостатки. Один из них – малоемкий аккумулятор, при полном заряде которого хватает лишь на 150-180 километров. К сожалению, до сих пор не смогут сделать высокоемкостный аккумулятор, литий-ионный, для того, чтобы этот автомобиль мог ехать довольно большое расстояние. То есть теряется весь смысл автомобиля в мобильности, потому что в любой автомобиль, особенно если это дизельный автомобиль с экономичным двигателем, можно залить полный бак топлива и проехать из Харькова во Львов без остановок. К сожалению, такой мобильности электромобиль пока не предоставляет. То есть надо понимать, что это чисто городской автомобиль. Срок жизни аккумулятора в среднем рассчитан на 150 тысяч километров пробега. Затем его придется заменить. И обойдется эта замена от 1000 долларов и выше, в зависимости от марки и модели авто. Недешевой остается и стоимость самого электрокара свыше 18 тысяч долларов. А если законопроект об отмене госпошлины на легковые авто с электрическим двигателем будет принят, количество таких машин на наших дорогах заметно возрастет, обещают эксперты. Украинцы смогут покупать электрокары по более выгодным ценам за рубежом и ввозить их в Украину. Вилен Мода, Павел Велицкий, агентство телевидения новости. Пять аварий с участием пешеходов за сутки. Одно ДТП со смертельным исходом. На трассе Харьков-Казачья Лопа неизвестный автомобиль сбил 84-летнюю женщину и скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водителя, совершившего ДТП, избежавшего с места, разыскивают. Четыре ДТП с участием пешеходов произошли в разных районах города накануне вечером. Пять часов на Плехановской 49 под колеса Рено попал переходивший дорогу 61-летний мужчина. У пострадавшего травмы головы, ушибы и алкоголь в крови. Вторая авария произошла 40 минут спустя, тоже на Плехановской. Был вскоянный наезд на пешехода, 40-летнюю женщину, автомобилем ВАЗ-2115, под керуванием водителя, человека 33-летнего. На данный момент имеем диагноз из медичного заклада. Закрыта черепно-мозковая травма, численное забитие тела, а также перелом левого бедра. Около половины шестого на проспекте Героев Сталинграда Деус бил нетрезвого 42-летнего мужчину. У пострадавшего травма головы и ушибы. В половине восьмого на Московском проспекте под колеса Мазды попал мужчина 47 лет. С травмами головы и переломом руки его увезла скорая. Причин аварии в полиции называют несколько. На жаль, на сегодняшний день пешеходы продолжают нехтовать основными правилами поведенки на дороге. Это и перехід улицы в невстановленных местах, на неосветленных дилянках дороги, а также находящихся в стане алкогольного спьянения, ну а также и порушення правил дорожнього руху с боку водиев транспортных засобів. Основная причина, звичайно, также и погодные умовы, які на сегодняшний день мы спостерігаем. Пешеходам инспектор в очередной раз советують соблюдать правила дорожного движения, а водителям делать поправку на погодные и дорожные условия. На неосвещенных участках дороги сбрасывать скорость и быть предельно внимательными, так как пешеход, как правило, появляется на проезжей части внезапно. Галина Шпударева, Александр Параценко, агентство телевидения новости. Без тепла, горячей воды и газа. Целая многоэтажка, а это больше 200 квартир с начала отопительного сезона, осталась практически без всех благ цивилизации. И это при том, что больше половины жильцов – дети. Сейчас люди с ужасом ждут приближения морозов. Говорят, всему виной денежные махинации компании, обслуживающей дом. Там, в свою очередь, обвиняют жильцов, которые не платят за тепло. Вот с малышом греемся кондиционером. Сейчас муж купил еще один обогреватель, поставим в комнате. Поэтому нам здесь не очень тепло и приятно. Маленькому Макару всего пять месяцев, но малыш уже знает, что такое переохлаждение. И, как следствие, высокая температура, кашель, красное горло и заложенный нос. Температура в квартире, уверяет его мама Ирина, не превышает 15 градусов. Ночью и того меньше. Сейчас беру ребенка спать с собой, нарушаем режим сна, он уже понемногу привыкает. Потому что тут холодно в комнате детской, к сожалению, больше, чем в нашей. И реально, как видите, подтверждение, сложили кроватку, брали. И сейчас ребенок спит со мной, потому что очень-очень холодно по ночам. Чтобы хоть как-то согреться, приготовить еду и помыться теплой водой, жильцы используют электроприборы. Счета за электричество приходят баснословные, уверяют люди. Но и это не самое страшное. С ужасом ждут приближения холодов. Я переживаю заодно, что сейчас ударят морозы. Буквально мы уже как бы уходим в зиму и размёрзнется в доме отопительная система. Кто нам тогда её сремонтирует? По каким причинам? Это все же крайних потом найти будет практически нереально. Всему причиной, уверяют жители, денежной махинации компании, которая обслуживает дом. Обслуживающая организация, которая называется «Общество с ограниченной ответственностью строительный и торговый дом», в своё время не перевела деньги за газ на автогазу. У нас крышная котельная. И для того, чтобы отопительный сезон запустился, нам нужен газ. На автогазу с декабря месяца эта организация не перечисляла ни копейки денег. И в результате накопился долг в размере 142 тысячи гривен. Хотя жильцы, да, я не спорю, есть жильцы, которые не платили, но в большинстве своём жильцы платили за отопление. И с этих денег вообще ни копейки не было перечислено в прошлом году за отопление. Из-за многотысячного долга декан автогаз не выделяет лимиты на котельную дома. Поэтому решить проблему жильцы взялись самостоятельно. Создали объединение совладельцев многоквартирных домов «Зубр», через которое попытались самостоятельно погасить задолженность, разобравшись в платежах предыдущей обслуживающей компании, изыскав деньги из неплательщиков. Однако строительный торговый дом всячески препятствует ОСМД, уверяют жильцы, и не предоставляют документацию. Тогда руководство «Зубра» обратилось в прокуратуру и суд с требованием разобраться в нецелевом использовании средств и затягиванием передачи бухгалтерской документации на ОСМД. В свою очередь, директор строительного торгового дома Валерий Новиков в телефонном разговоре сообщил новостям ОТН, что главными виновниками сложившейся ситуации являются жильцы, а вернее их нежелание платить по счетам за газ, причем еще с момента заселения дома, с 2012 года. За это время и накопилась задолженность. Сейчас же, уверяет Новиков, производится частичная плата долга. Во всей инстанции разосланы гарантийные письма о погашении долга его реструктуризации. Ответов пока нет, уверяет мужчина. Поэтому и отопление в ближайшее время жильцам дома ждать не стоит. Сами жители уже готовы всем домом выйти на пикет и перекрыть окружную дорогу. Я говорю, дядя, включите отопление, нам очень холодно. Вероника Александрова, Александр Проценко, агентство телевидения новости. Мокро, но не холодно. Синоптики обещают украинцам дождливые выходные. В субботу сухо будет только на юге. Там термометры покажут совсем не ноябрьские, плюс 7-12 ночью и плюс 13-17 днем. На востоке ночные температуры составят от 5 до 8 тепла, дневные от 9 до 11 выше ноля. На остальной территории в ночь на субботу воздух прогреется до 4-7 градусов, днем до 5-8 тепла. В воскресенье дождями накроет всю страну. На запад придет похолодание. Дневные и ночные температуры сравняются плюс 2, плюс 4. Зато на западе и на юге ночная температура плюс 10-13, дневная плюс 13-18. На востоке ночью до 7 тепла, днем до плюс 15. В Харькове за все выходные небо не прояснится. С самого утра и до ночи будет идти дождь. В субботу ночью до плюс 7, днем до 11 тепла. В ночь на воскресенье столбики дорастут до плюс 11, днем потеплеет до плюс 14. Такой была пятница, 20 ноября. Больше новостей на нашем сайте atn.ua. В студии работала Ольга Панова. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова